Привет, с вами Квадрат Барбер, меня зовут Константин Краснобаев и сегодня мы поговорим о мужской щетине, о полноценной бороде, как ее отрастить и как за ней ухаживать, и нужна ли вообще мужчине щетина. Поехали! Когда вы начинаете отращивать и перестаете бриться, вы должны понимать несколько основных правил. Первым делом щетина может отличаться по длине. Когда вы не бреетесь 3 дня, щетина отрастает примерно на 2 мм и выглядит примерно вот так вот. Такая щетина подходит практически каждому. Очень хорошо она смотрится на вытянутом лице со скулами и очень хорошо подчеркивает эти скулы. Если же у вас квадратное широкое лицо, в таком случае я рекомендую делать окантовку на шее. Дальше, когда вы не бреетесь около недели, ваша щетина отрастает примерно на 5 мм. Выглядит она вот примерно вот так вот. И за такой щетиной становится более сложно ухаживать. Она более популярна, чаще пользуется спросом, какой же уход в ней необходим. Помимо окантовки на шее, нужно еще делать окантовку на щеках. Это очень важный момент, потому что иначе она выглядит просто небрежно. Далее, когда щетину не бреют больше недели, около двух, она превращается уже в полноценную бороду. И за такой бородой становится ухаживать все сложнее и сложнее. Я, конечно же, рекомендую обращаться к профессионалам, которые расскажут и покажут, как это сделать. Помимо окантовок, там нужно работать еще с формой и убирать еще торчащие волосы. Это сделать самостоятельно очень сложно, но если вы вдруг захотели сделать бороду самостоятельно, я рекомендую посмотреть мое видео, как сделать бороду в домашних условиях. Там я более подробно рассказываю и показываю на себе, как это все делается. Скажу коротко, вот основной момент, который нужно запомнить, если вы хотите сделать окантовку на шею, то все волосы ниже кодека 100% нужно убирать. И еще один очень важный момент, когда вы вот стоите возле зеркала, начинаете крутиться, вытягивать, тут сбрил, тут сбрил, все вот эти вот моменты делаете, потом, когда вы вытянули, сбрили, вернули на место, у вас линия получилась неровно. Вы начинаете ее выравнивать. И голову уже в эту сторону наклонили, начинаете с этой стороны подбревать. Возвращаете, опять что-то неровно. И таким способом можно как бы вывести ее полностью в ноль, и вы останетесь без бороды. Как же нужно сделать, чтобы этого не получилось? Подойти к зеркалу и шевелить головой только вверх, вниз, вверх, вниз, чтобы вверх подняли, окантовку сделали. Не надо крутить головой. Вверх подняли, сделали окантовку. Опустили, посмотрели, где эта форма. Вот таким способом вы ничего лишнего никогда не снимете. Следующий момент. Когда нужно сбрить вот эти зоны более чисто, я рекомендую использовать шевер. Это электробритва. С помощью нее вы никогда не снимете большую бороду, потому что электробритва не захватывает длинные волосы. У многих из вас нет электробритв, и они используют обычные станки. Если же вы вдруг пользуетесь этим станком, тогда используйте масло для бритья. С помощью него вы можете увидеть те линии краевые, которые вы задаете. Если же вы вдруг будете пользоваться гелем для бритья или пеной, вы за ними просто не увидите ваши краевые линии и сбреете лишнего, и, соответственно, у вас появятся какие-нибудь неровности. Еще очень важную роль играет то, какого цвета волосы на вашей бороде. Если же у вас волосы темные и нередкие, то, соответственно, практически с любой длиной ваша борода будет выглядеть очень круто. Если волосы редкие, тогда рекомендую посмотреть, как он будет отрастать в дальнейшем и уже отталкиваться от этого. Если у вас светлые волосы, то в таком случае я рекомендую отрастить полноценную большую бороду. Она начинает сбиваться в густоту, и за счет этого становится более темнее и выглядит уже более интересно. Ну что, это основные моменты, которые нужно знать по бороде. Надеюсь, это видео было хоть немного полезно. Вы подчеркнули для себя какие-то моменты. Если что-то недосказал, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok